Добрый день, уважаемые телезрители! В Ума-Ате закончились третьи уже по счету слушания по курорту Кок-Жаляу. И теперь уже, судя по всему, понятно, что этим летом начнется строительство этого курорта. В связи с этим возникает масса вопросов у критиков этого проекта, о том, что главную вину в том, что вот этот курорт реализуется, что там захвачены земли, что там происходит разрушение экологии, несет никто иной, как бывший Аким Алма-Аты Виктор Вячеславович Храпунов. Мы попросили Виктора Вячеславовича ответить на эти комментарии, и в связи с этим просто задались вопросом, а что, собственно говоря, вообще там происходит и какова предыстория этого курорта. Добрый день, Виктор Вячеславович! Добрый день, Алексей! Как эта вообще история произошла? Можете нам немножко рассказать, что вообще там за ситуация? Да, Алексей, если вы помните, что в Советском Союзе было две всего горнолыжной базы. Одна база была в Чигете, Кавказ, вы помните, да? Вторая база была образована в Казахстане, Чумбулак, где сборная Советского Союза тренировалась в Чигете или Чумбулаке и готовилась ко всем международным соревнованиям и достойно выступала в этом виде спорта. Когда встал вопрос о дальнейшем развитии горнолыжного спорта в Казахстане, я помню, это был, наверное, 1988 год, то тогда было принято решение привлечь французских специалистов для того, чтобы можно было заняться совместным освоением этих горнолыжных, горнолыжных трассы, курортов строительства здесь в Казахстане для создания этого горнолыжного туризма. В тот момент времени было принято решение создать такое предприятие со стороны Казахстана выступал Борис Еглинский, уважаемый мною человек, я всегда с институтом с уважением, что там что-то будет грамма, он сказал, Борис. Соглашение было подписано, Жанка, который был со стороны Франции и со стороны Казахстана Борис Еглинский. Конечно, на встрече присутствовал представительный министр предприятие подписано на Султан Азербайджане, посол Советского Союза, на Франции господина Рябов, послал на земле. И в дальнейшем началась работа по выработке конкретных предложений. Я вспоминаю момент, когда было принято решение о развитии тургенского направления, это в пределах, наверное, 90 километров от города Алматы, освоение до горнолыжного массива, они создали там мощных крупных и горнолыжных трасс. И тогда я был представителем горосполкома, и мы на вертолете, в присутствии в общем представителей Швейцарии, вылетели на вертолете и полетели, рассматривая, где можно было бы развивать горнолыжную группу. Первый, который он полетел, это Чебулаг. В несколько времени Чебулаг изменились, специалисты посмотрели на Чебулаг, и далее вы полетели сюда в Тургене. Славим был Шамин Мегулагов, лучшим министром фамилии Турген. И когда мы полетели в Тургене, то, конечно, специалисты Чебулагадин сказали, да, это самое лучшее место, Тургенское направление, и необходимо развивать именно в этом направлении горнолыжного горнолыжного. И прилетев из этого полета был еще господин Мухабетов Тимирхан. Мы доложили президенту, что специалисты все как один говорят, вот, в Тургенском направлении. Вместе с тем были обследованы отрезки всего округа города Алма-Арматы. И места, которые представляли собой какой-то интерес, тоже были отмечены на этом отчете, который был представлен в Тургенском направлении. Место было выбрано отмечено, скажем, в Тургене только в Тургене. А Кок Жаляву, то тогда практически вопрос не стоял, день разговора в этом плане не велось. Вот когда, несколько лет тому назад, находясь здесь, я вдруг увидел, что Кок Жаляву выкачен как вклад, и начинает какие-то инсульмации вокруг этого места и говорит, что это единственное место, где можно будет развивать горно-лужный блок. Я конкретно говорю, как человек, стоящий вискок об этом. Это все появилось намного позже. И стоит за этим всем. Тимур Кулебай, его страстное желание захватить все места, которые каким-то образом будут использованы для развития горно-лужного блока, для того, чтобы для которого предъявить деятельность, захватить семью, например, Назарбаеву, как он поступил. Это, когда он построил там, где он построил гулянтную дорогу, и горно-лужный блок создал, и дальнейшее. Вся работа ведется именно в этом направлении Тимура Кулебаева. Несима Фрахминжан сегодня просто ассистирует Тимура Кулебаеву и создает всем необходимым условиям. Для того, чтобы Тимур Кулебаев наше строительство, прикрываясь, конечно, государством, но факт, что Тимур Кулебаев наше строительство и, конечно, выкачула туда огромные прибыли из построенного горно-лужного блока. Вот такова предыстория, Алексей, и ситуация, которая сегодня вокруг этого вместо Бомжаряо развернулась на страницах массовой информации и среди бизнесменов. А стоит за всем этим семья президента на футболе Назармана. Виктор Вячеславович, еще вот один такой вопрос. Обсуждается тема, что вы якобы своими решениями выделили эти земли из какого-то государственного заповедника и отдали на растерзание частным инвесторам таким образом? Алексей, никаким образом я даже и Юра не мог кому-то что-то выделить и отдать частным инвесторам на растерзание, поскольку эти земли находились в Алма-Атинской области, и Алма-Аты никакого влияния на эти земли не имел и не мог принимать какие-то решения. Я не подписывал никаких представленных решений о выделении земельных участков тому или иному песнецменам или предпринимателям. Это однозначно. Да, насчет области это действительно так. Виктор Вячеславович, а как тогда получилось, что семья Назарбаева, я имею в виду конкретно Тимура Кулебаева, оказалась причастна к этим самым территориям? Каким образом это произошло? Какой был механизм? Я думаю, что тут Муросов-Лукава не нужно. Алматинская воспринимает решение земли передаются городу Алма-Аты, а в дальнейшем принимается решение обосвоения этих земельных участков, и данные участки передаются для изучения, для меньшего проектирования и представления каких-то рекомендаций и представления для освоения данного участка. Поэтому кулуарно было, наверное, отдано господину Тимуру Кулебаеву или какой-то его структуре, которая начала этим вопросом заниматься. А в дальнейшем, когда уже подготовили какие-то проектные рассмотрения и сказали, что вот таким образом необходимо решать этот вопрос, дальше дело технического представляется данный земельный участок компании или какому-то специалисту, скорее всего, компании. и учитывая сложность всего этого процесса, потому что земельный участок находится в заповеднике и не было принято никакого построения Советного кабинета министра Казахстана на работе этих земель без зоны заповедника, насколько я владею ситуацией, то в дальнейшем все дело, то что просто Карпане дается какой-то бюджетный и могли бы можно поступить тем, все не было и рассматривать и каких дебатов Алексея и тихо спокойно сруй и потом поставить но принимали все получилось так, как хотели представители Тимура Гулебаева и семейный зарпорт И вот последний у меня вопрос Виктор Вячеславович Вы человек не просто близкий к Алма-Ате но Вы еще и человек близкий к горнолыжному спорту это известно то есть Вы любили кататься там С Вашей точки зрения вот тому перспективу как жилья как горнолыжного курорта как можно оценивать? Единственное Алексею что там может быть применкательным именно в этом месте может быть только длина трассы как высказывают сейчас на дебатках я посмотрел что длина трассы якобы там 11 километров в чем я конечно сомневаюсь но если нет необходимости эти 11 километров использовать лучше наверное оставить уголов природы такой как он есть и учитывая то что сегодня уже сад который был легким городом Алматы почти 38 гектаров Касмагомбетову продан своему ближайшему родственнику и там я уверен вырос многоэтажные дома и город будет вообще задыхаться я вчера посмотрел картину города который весь дым даже небоскреба который построили в период боевого отсутствия Алматы практически просматривается есть еще хокжи-ляу западной стороны города Алматы будет посваиваться для развития горноузла поэтому связаны с дальнейшим движением транспорта ленья отопления и так далее и так далее и так далее и так далее но город Алматы будет обречен на то что экология этого города практически невозможно поэтому мое другое движение необходимо развивать труденство это неудобно себе Назарбаев поскольку там необходимо вкладывать гораздо большие финансовые ресурсы но учитывая ту структуру которая работает на Султан Назарбаев Казахстан корпорации все затраты на дорогу все прибыли семье то на Султан Назарбаев нечего бояться и он должен направлять все действия на турбецкое учреждение на турбецкое управление вообще и расслабить то это будет убеждение Спасибо вам большое за очень интересное мнение за оценку и за наконец рассеивание тумана в каком-то смысле созданного вокруг этого вопроса уважаемые телезрители напомню что мы разговаривали с Виктором Харпуновым и с таким Мамаматой мы разговаривали с ним о том кому реально выгодно сейчас развитие горного курорта в Кокжи-Ляу и к чему может в принципе это привести и насколько вообще это необходимо для города Алма-Аты Спасибо вам большое за внимание в Кокжи-Ляу Продолжение следует...